Я тоже знакома с Тусей. Кстати, да. Лучше трепает в жизни. Я так счастлива. Спасибо! Помогат, помогат! Тебя манит только... Без меня! Хей-о! Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья. Я наконец-таки вернулась. И сегодня мы с вами будем смотреть «Моменты жизни» за январь. И кто смотрел мои последние видео в том году, то я говорила, что я немножко модернизирую «Моменты жизни», а именно буду на протяжении всего месяца снимать, снимать, снимать. И потом полноценно большой ролик выходит в конце месяца. Скажу сразу, этот месяц выдался достаточно продуктивно, весело и забавно. Правда, много что происходило. Но мы все по порядку. Поэтому садись поудобнее, бери что-нибудь там пожевать, похрумчать и погнали смотреть! «Моменты жизни» «С новым 2020 годом!» «И я священная наша держава!» «Ты посмотри на этих пупсиков!» «Она-то грызер прям кипец просто!» «Джордж, просыпайся с новым года!» «Я на самом деле сейчас такие очень странные чувства, потому что я спустя полгода вернулась в эту родную квартиру, где я постоянно обитала. И я не знаю, у меня действительно какие-то странные эмоции, потому что тут все замерло. Стало все так, как было перед моим отъездом. Ну, единственное, тут прибрано в холодильнике, нечего поесть. Все то же самое. Но одновременно у меня такое чувство, как будто я даже не уезжала. Типа я просто съездила к родителям по пару дней, все, и вернулась домой. И все то же самое». «Ты что, Аврин ловил?» «Да». «Ко мне сегодня приехала в Чулны сама Аврин ловил?» «Да, буду петь какая там песня была, напомню, пожалуйста». «Хей-хей, да». «Хей-хей, да». «Хей-хей, вот это да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». «Ну что скажешь?» «Он такой хороший, такой миленький». Обычно меня коты и кошки боятся, но в этот раз он сам пришёл к нам. Он видимо чувствует твою неведьминскую энергию. Да ты, потому что киса. Я киса, да. Он решил со мной посидеть. Да. Сегодня пришли на фотосессию, на мэрию главную. Сейчас мы будем делать фотографии. Капец. Девушки вот это. Девушки откуда приехали? Я приехала из Индии, чтобы сделать фотографии на набережной... На мэрии? На мэрии набережной Челнов. Ага. Идеальный город. Просто из Индии. Города детка. Всё. А мы будем? Нет, теперь они. Очередь. Очередь. Я тебя сейчас ещё сфоткаю около главной ёлки. Там главная ёлка? Да, главная ёлка. Какая-то детсфотосессия отдыхает. Мы там сфоткались около паровозов. Фоточек! Кисуля у нас снимает уже, берёт свадьбы корпоратива. Сейчас будем фоткаться там. И так, сейчас мы сделали фотокарточки около главного... Чего? AirPods. You know? Сейчас мы сделали фотографию у подарка. У главного 2020. Сейчас наша цель сейчас около рюмок сфоткаться. Что? Потому что что я должна... Мне уже 20 лет. Чтобы вы понимали, мне 20 лет. Я должна выкладывать соответствующие фотографии. Без вот этой укулии без... Узнаешься здесь приближать можно ещё? Да? Да. Мне 20 лет, я должна соответствующие фотографии делать. Вот тогда ещё у нас. Тик-ток! А, давайте станцию. Три-четыре. Тебя манит. Манит. Нагони любовь. Тебя манит. Только запах дорогих духов. Всё, пошлите. Так, сейчас наша цель вот это. И, наверное, около главной ёлки, да, сделаем? Так это и есть главная ёлка. От ёлка? Да. Да, как мне нравится, не нравится, ты и мои красавицы. Понимаешь? Да? Давай, всё. Начинаем тебя фоткать у рюмки. Давай. Нет, мне кажется, там позолочее, там лучше. Можно ещё б я наел беленц фоткать? Точно, кисуля! Блин, капец, мне далеко надо уходить. Её даже не видно там. Ты понимаешь, что тебя не видно? Я знаю, давай. Моменты в жизни. Мой красный нос. Великолепный нос. Давай рассказывай, где мы находимся? Мы находимся в набережной Челнинском государственном лесу. Что мы тут делаем? Мы гуляем, катаемся на лыжах. Как тебе погода в Челнинском? Пока ты не выйдешь в лесу, охрененно, да. Пока ты не выйдешь, тогда идти в город. Там слявить, так вот, ноги мёрнут сильно. Знаешь, вот я сейчас приехала в Татарстан, между прочим, и очень много татарского. Прям очень много, да. Типа слово айда. Типа да, я наил бэлен, там, айда. Наил бэлен? Да, я наил бэлен. Типа, с Новым годом. А, я наил бэлен. Да! Ты только думаю, бэлен, это что, банан? Вот это слово айда. Короче, я когда тоже что-то в игру какую-то играла, там, со всей России. Я чё-то произнесла слово айда, и они такие, типа, ты из Татарстана. Я такая, вы же все говорите слово айда, или типа, нет. Оказывается, нет, прикинь, только в Татарстане это айда. Да. Давай, давай, рассказывай, чего сейчас делаешь? Я скачиваю тикток. Она скачивает тикток, потому что я что показала тебе, да? Да. Ну, на самом деле, я бы его никогда в жизни не скачала, и я была в такой позиции, типа, да ну, тикток это говно. А сейчас я там, походу, буду видео записывать. Я тоже думаю там записывать. Да? Что будешь записывать? Тикток! Моменты в жизни. Какой? 6s. Давай под цвет, встань тут. У меня, кстати, был такой чухол. Да, покажи, покажи свою. Белая стрекоза любви, стрекоза литья. Какая маникюр такая, обалдеть. Ты что, с Казани приехала? А джиз сняли? Какие? О май гад, о май гад. Что за, мам, я скажу, что за колхоз? Что колхоз-то, Зара? Ага, вот именно колхоз. Ты думаешь? Угу. А что ничего не видно? Она идёт там в полумраке. Я вас не вижу, но по голосу развлечилась. О, невероятно, Горина! Мне сказали, что ты болеешь сегодня. Я сегодня очень горячая. Капец, ты вообще, даже тёмная какая-то стала. Так я покрасилась сегодня. Это вообще просто андеграунд. Настроение андеграунд. Карин, давай, давай. Как дела у тебя? Что заболела-то? Ну я не знаю. Было нормально, сегодня утром встало, горло болит. А сейчас температура болит. Ужас какой. Какой ужас, Каринечка, ну ты поздравливай. Знаешь что, я же в ТикТоке сижу. И я. И мы решили снять ТикТок. Ой, девочки, пипец. Вот эта слякоть, конечно, ваша тут вообще. Да, и ваши слякоть. Ваши слякоть тоже не отсюда. Это Сатарстана уже, значит, твоя. Ты же и в Питере живёшь. Да, я в Питере живёшь. Там же мой канал семьи живёт. Аааа. Мой канал семьи. Какой канал семьи? Sweet Family. Господи. Обожаю. Всё, мы короче сегодня снимаем ТикТок Крым. Да. Я недавно. На песню, на песню. Тебя манит. Без меня. Аделья заставила и заставила. Да, 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 давай, давай. Девочки, прикиньте, кого встретим. Вот эта красотка. Вот эта красотка. Тут у тебя надпись на твой инстаграм. Угу. Ага, прикинь на твой инстаграм, кстати, популярный. Билли. И телечка наша, которая с Читы, которая ещё живёт в Москве, которая вообще не понятно, что забыла в шоу. Покажи сердечку давай. Работать с кем? Формацией в том. Какая-то молодец. И, ну конечно, Елена Реблева. Кариночка наша за мной. Которая знакома с Тусей. Кстати, да. Кстати, да. Тусей наш с кем-то знакома. Это же та самая Крина. Ты же её смущаешь. Хорошо. Хватит идти папарацци. Иль, что расскажешь? Давай. Как вы ещё в Москве живёте? Нормально. Нравится? Нормально. 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 Ну можно жить. Можно жить. Ну лучше, чем в Челнах. Нет. В Москве лучше. Вот знаете, между прочим, Карин, такая молодец. Туся же сама вот такова. Туся правда со мной не знакома. Я даже не знакома. Ничего, мы так уж по работе. У нас рабочим моментом просто коллеги были с ней в одно время. Это же мадам смотрит тикток. Угу. Благодаря вот ей сначала говоришь, что тикток отстой, сейчас сижу в тиктоке. Я его начала снова, знаете? Я его смотрю ещё с времён, когда было мюзиклами. Да, мюзиклами. А сейчас-то тикток. Я по-другому, ребят, начать сниматься. Да. Где? Тиктоке. Веб-комады? Тебе пойдёт. Моменты жизни. Небольшие новости, пока я нахожусь в Челнах. Я заметила, что с переезда в Питер я вернулась в свой отчий дом и поняла, что столько у меня, оказывается, ненужного барахла, который раньше для меня оказался просто сокровищем, потому что я была ещё той барахольщицей. Я приехала и решила перебрать свои драгоценности в богатство на тот момент. И вот я сейчас решила его всё перебрать, ненужное отдать кому-то, что-то отнести на переработку, что-то выкинуть. А ещё я в Челнах буду находиться до 15-го числа, а 12-го числа у Юли день рождения, но я решила подготовиться заранее. И сегодня я и купила переносную колонку, потому что я знаю, что она любит слушать песни из тиктока. Потому что я тоже сижу в тиктоке, мы с Юлей вместе сидим в тиктоке и постоянно слушаем какие-то песни и их поём. И чтобы соседи могли тоже оценить наш музыкальный вкус, подарите вот такую переносную колонку, чтобы она вот была взрослой мадам, которой будут завидовать шестиклассники. Ну, пока на этом всё. Смотрим дальше моменты жизни. Ну, вы прикиньте, кого я вижу. Это же сама Нинель Тришкина, которая уже не Тришкина. Давай, а что, как твои ощущения? Я очень рада. Рада чего? Очень рада, что мы все встретимся сейчас. Ну, пока ещё никого нет, мы в ожидании таком. Знаете, перед свадьбой есть такое вот ожидание, да? Ну, я не знаю, что это не перед свадьбой. И сейчас тоже такое ожидание. Я очень рада видеть Дашу. Конечно. Она такая приехала с Питера. Питерская девушка теперь. Конечно. Что, Ранка пришла? Ой, Ремяночка, 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 Ремяночка. Лени Камана! Лени Камана! Лени Камана! Лени Камана! Лени Камана! Лени Камана! Здрасте! Как, Ваши дела? Хорошо. Вы рады, что мы сейчас собираемся все? Да, конечно. Я к вам соскучилась. Честное слово. Серьёзно? Вот знаешь, с одной стороны без группы хорошо, да? Спасибо. Как бы документы не надо оформить. За постер на вас не хватает. На Новый год никто не поздравляет. Никто не бежит обниматься. И всё. А вас нет. Как же так? Как же так? Четыре года пролетели незаметно. Вообще, Даша. Хорошо, что есть интернет, и я вас вижу. И чё, и чё, Аллаш, как работается? Вообще нормально? Ты даже ничего за это не получаешь. То есть это реально, не просто... Как бы, да. Другие там идут, допустим, потому что... Даша! МАМЕНТЫ ЖИЗНЕ Рулина, ну каково тебе? Давай расскажи. Ну комикс. Потанцевала. Я раскрыла себе танцевальные таланты. Сегодня я запишусь на кружок. Как тебе тикток? Тикток? Да. Хорош. МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ Усни, быстрее, все. Граница, собака, все. Где паспорт? Паспорт убери, паспорт забери, паспорт забери. Отдай ему паспорт. Что-то лег, надо проснуться. Все нормально было. Закончилось, я приезжаю в Челны. А, нет, не в Челны, мы поехали в Челябинск. И начинается вот этот трип. Я купил новый айфон. Ему было две недели только, да? И у меня просто вырубается. Все карты привязаны к телефону. У меня наличка нет, у меня паспорт тоже. Здесь все, основные документы здесь. Я прихожу, встаю, думаю, что с телефоном? Почему он выключился? Мать, я в Челябинске. Вот сажусь, надеваю свои новые джинсы. И смотрю, что-то мне холодно становится. А у меня здесь дырка! Ладно, я расстроенный. У меня телефон сдох, это сдохло. Я выхожу, думаю, все, сколько у меня пересадка? Часик, наверное, сейчас домой приеду. Мне показалось, что реально, ну, пересадка час. А я смотрю, билет, а там 10 часов! В Челябинске 10 часов! Без телефона, без денег, без штанов, без всего. О, я вообще думал, охренеть какой. Я как бомжара сидел. Вот это трип был. Мой трип в Казахстан. Все, душенька моя спокойна. Лучший трип в моей жизни. Дима, давай быстренько, репортаж. Я нашла пятого человека, который будет снимать видео. ТикТок! Все, я буду снимать видео, потому что Даша меня убедила, это все-таки классная площадка. Мне многие говорили, но никто так не мог убеждать, как. Как я могу продать ТикТок? ТикТок, я хочу с вами сотрудничать. МОМЕНТЫ Жизни А тем временем у меня осталось всего пару дней, пока я нахожусь в родном городе Набережной Челны, и что я успела сделать за это время. Я успела со многими встретиться с ребятами, как вы уже видите, да? Ну а завтра у меня остается последний день, пока я нахожусь в Челнах. Я схожу в колледж, проведу своих любимых учителей, всех ребяток, с которыми ими учились, пели в хоре, в принципе, с которыми выходили моменты жизни колледж. Если вы до сих пор не посмотрели, обязательно посмотрите. Ребята, вы сейчас просто не догадаетесь, куда я приперлась в своих челнах. Та-дам! Любимые наши выпускники, мы вас всегда помним, мы вас всегда ждем, и мы очень надеемся, что у вас все в жизни состоялось. Мы здесь вас любили и любим, и надеемся, что по жизни у вас будет все так, как вам хочется. Удачи вам во всем! Даша, я так рада, что ты есть, что ты в музыке, потому что музыка нас сопровождала всю жизнь, с самого детства. Вот музыка, она объединяет, но объединяет не только вот музыкой, а именно душой, потому что музыка это, наверное, душа и есть. Я вас очень люблю всех! На чем желать-то? Вы и так всего добьетесь! Удачи! Должна быть по жизни, чтобы вам где-то везло. Ну и ждем от вас историй про свою жизнь, как вы стали такими звездами. Заводить что? Заводить новые знакомства. Знакомства! Ну это Даша знает, она вам расскажет. МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ! Ну и что ты там делаешь? Ну? Ты что спряталась, я тебя не найти? МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ! Да что ты говоришь, еще что скажешь? МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ! Прям настолько? Мам, что ты делаешь? Давай объясни. Не прикалывайся! МАМ! МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ! Деньги прячу! Как фильм «Любовь в голуби» Вот хорошо у меня этот карман есть! Замком! Подальше положишь, поближе вас! Так вот надо прятать деньги! Надо учить вам подписчикам! Сначала шьешь мешочек, потом этот мешочек! Конечно, учились! Пока вас старшее поколение учит! Нас вот учили в свое время мамы и бабушки! Че так и учились шить мешочек, потом этот мешочек? На булавочку и вливчик, и в грузы! Пошли подумать про котики! Пошли подумать, что он про котики! Я не удивлюсь, если мне скажут, что вы за странный пакетик снимаете, и мне придется раздеваться! Я скажу, что это мама взяла мешочек! Положай денежку! Знаешь, смех и грех, да? Ничего смешного нет! Ваши сбережения будут безопасны! Время уже одиннадцатый час! Мам, че ты решила сделать? Я так не поняла! Решила все распороть! Распороть! А то еще думают, Дашу нашу подведешь! А то еще начнут обыскивать, скажут, ага, что-то там в пакетике! Еще так хорошо прошила! Все, собирайся, давай! Чтоб вы сейчас понимали, я только что прилетела в Питер, и я понимаю, что мне супер жарко! Сейчас, на данный момент, плюс шесть! Плюс шесть! Ребят, камон! Моменты жизни! Пошли, 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 дайте подарки! Юля! Короче, че купила? Юля, ты готова? Я могу встать! Нет, сядь! В общем, я же знаю, что ты на работу ездишь, вечно очеряешь это, ну, палкой какой-то ешь еду! И поэтому я тебе решила подарить набор! Охренительный! А пусть она откроет! Покажи! Тут даже для суши! Даааа, для суши ею! И еще! Вот сейчас, мне кажется, тебе оно понравится! Можешь с тобой ливой сидеть в ТикТоке! Поэтому я тебе дарю колонку! Ты серьезно? Дааа, серьезно! Мы будем слушать песни с ТикТока! Ну, Саша, не выживи теперь! Мы сейчас будем тусы устроить! Да, мне ооочень нравится! Спасибо большое! Все, сейчас будем слушать музыку! Мне сохранено! Ой, дедка, между нами! По-по-по-пременами! Но перед голодами! Тут-ду-ду-холодами! Моменты в жизни! Итаааак! Моя подружка по ТикТоку что? Говорит, что у тебя в новочке пока не было! Посмотри, какие розовые! Посмотри, какие крутые! Блин, реально очень крутые! Очень крутые! Ну, я уже суббота, я вижу, как я накрашусь с ними! Еще вот такие крупные золотые! О, мой бог! Крупные и мелкие золотые! Вот ты заметила, у нас, кстати, Украина сейчас? Оооо! Дальше что? Мама подарила мне пижаму с Микки Малас! Ну, еще что-то такие же! Еще я купила себе огроменное полотенце! Сейчас, секунду, сколько огромное! Сейчас отойду! Это одеяло! Это арабская ночь! Очень! Я привязала книжку тебе! Какую? Мятную сказку! О, я могу сделать отдельное видео про метную сказку и ее разоблачение! Айоу комэна! Я не знаю, это с года, мама говорит, аж с трех лет. Я постоянно ломаю, особенно, когда, если я не нервничаю и переживаю, то еще больше начинаю ломать. И я решила, думаю, ну, Даречка, тебе уже 20 лет, надо как бы соответствовать этому возрасту. Я решила сделать первый раз в жизни маникюр шлак. А поможет мне в этом? Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу этого чудесного человека. Вот как хорошо, что я живу с Марией Петровной, которая мастер по маникюру. Сегодня она будет мне делать чудесный маникюр. Давай скажи, какого цвета мы будем делать? Не видно там, ну, ньют, я знаю, что такое слово ньют. Мари Петровна, давай, скажи, это вообще больно? Я просто первый раз делала шлак, тебе больно? Больно? Ну, вот это. Короче, у меня первое ощущение, когда зубы чинят, вот эта вибрация. Типа тебе не больно, тебе просто страшно? Даже поставь все. Я не знаю, я пока напряжена вообще. Или ты просто один раз так делаешь, а потом уже не делаешь? Нет, каждый раз не делаешь. Каждый раз я вспоминаю реста. Чтобы понемногу, у меня аж ручки вспотели. А у меня ручки потеют, когда я обычно волнуюсь. Мари Петровна, расскажи, что такое еще шлак? Я вот человек, который вообще абсолютно не знаю, что такое шлак. Шлак это фирма гирлак, на самом деле. Серьезно? Это как бамперсы? А что это, воск или не воск? Это что это? Шлак? Да. Просто название фирмы, на самом деле. Просто многие путают и гирлак называют шлаком. А я думала, что это называется маникюр-шлак? Гирлак и дворкий. Гирлак, а не целая покорка. Мы сделали мой первый в жизни шлак. Маникюр? Маникюр с гирлаком? Вот видите, я сейчас полтора часа с Марии побывала, какие вещи уже узнала. Маникюр. Мой маникюрчик. Кинеси. Видно? Видно? Нет. Многие меня спрашивают, Дарья, почему ты в последнее время стала такой женственной? Я вам все объясню. Так как я живу теперь не одна, живу с девочками, у меня гарем. Так вот, я сейчас живу с прекрасными дамами, и одна меня красит, а другая мне сделает маникюр. А Саша приходит и что-то бухтит. Мне это не свойственно, да, Мария? Вот Мария даже докажет, что мне это не свойственно, чтобы у меня был макияжик, маникюрчик, да, вот это оп-поп-педук. Я не знаю, что со мной происходит, я не знаю, вот сейчас найду папика, и все, в Эмираты, еду в Эмираты. Знаешь эту песню с тиктока? Нет. Молодой уже богатый, завтра еду в Эмираты. Моменты жизни. Маникюр я сделала, сейчас я поехала забирать камеру. Кто подписан на мой инстаграм, знает, что у меня с ней неполадки, я пошла разбираться в этот сервисный центр. Там, бабулечка, отойдите. Пошла разбираться в сервисный центр, если вкратце говорить, то они в течение 20 дней. Мне говорили о том, что, во-первых, они мне ничего не говорили, они не отвечали на мои звонки и не перезванивали. Я 12 раз им звонила, они мне каждый раз говорили, сейчас уточню, перезвоню. Вот так не перезванивали. И дошло до такого, что 12-го числа я уже не вытерпела, говорю, ну и что, по идее, уже все должно быть готово. У них там что-то с бещами была проблема. Они мне говорят, вот, надо искать донора для этой камеры, чтобы ее починить. А донор стоит 25 тысяч, а я ее брала тогда еще два года назад за 30. И сейчас я пойду разбираться с ними, что вообще будем делать и какого хрена они меня игнорили, как, собственно, их клиентов. Поэтому я как ревизора не рекомендую этот сервисный центр, который находится на решетниках опять. Вот так вот он выглядит. Ребята, не ходите чинить технику, которая у вас сломалась у нас сюда. Что по итогу я имею сейчас на данный момент, я сейчас к ним сходила, все опять эту канифорию рассказала, что у меня произошло за это 24 число, с которого все и началось. А мне сказали, что Павел, который чинил, видимо, мою камеру, он уволен, потому что 18 вещей, которые нужно было починить, он не выдал вовремя. Короче, мы уволили. Чувак такой меня выслушал, такой, ну, я извиняюсь, да, мы за вас деньги не будем брать, потому что там диагностики 100 тысяч рублей, если что. Поэтому, если, скорее всего, если бы я не начала вот это все им опять рассказывать, какого хрена должна молчать, я не понимаю. Вот люди, совет, никогда не молчите, если вас что-то обидело. Ну, потому что вы это все будете замалчивать, все будут думать, что хороший сервис, допустим, а оказалось, нет. Так вот, за меня деньги, естественно, не взяли, а было бы за что, моя первая, вообще, не за что, брат, с чем мне надо заплатить, что я выдержала такой ад. Написала в книжечке жалоприложений по своим корявым подчеркам. Между прочим, зло должно быть наказано. Я не говорю, что они плохие ребята. Девушка, которая стоит на рецепшене и пишет все эти бумажки о пунктах выдачи, нормас. Но инженеры, пионеры, которые это все работают, и на колл-центре, которые они не могут перезвонить мне, собственно, их работа оставляет желать лучшего. Поэтому, ребята, читайте отзывы перед тем, как что-то, выбирайте какой-то сервис по починке, вообще, в принципе, по жизни. Будьте внимательнее. А еще такой прикол, он говорит, ну что ж, вы приехали, получается, к нам, чтобы забрать камеру и написать эту книжечку. Мы могли, типа, вызвать вам курьера, он бы вам доставил камеру. Я такая, ребята, с такой скоростью, с которой вы перезваниваете, лучше я за весь город проеду, но лично сама заберу свой аппарат. Такой ужас, как люди работают, такой пофигизм, это капец. Ой, Мария Петровна, ты че, пришла на первую свою смену? Конечно. О мой бог. Ты работаешь только в ночную, вот, дай. Ночную не больше платья сходят в зону, нет. Да, да, да. На ночную не больше. Ребята, breaking news, короче, история тайм, история тайм. Мы с Юлей постоянно смотрим тикток, начали уже снимать, так что, кто не подписан на мой тикток, подпишитесь. И, внимание, Мария все это время держалась. Да, все началось с тикток, конечно же, с меня. Ты держалась. Юля скачала тикток, потом Саша скачала. И сейчас Мария его устанавливает себе на телефон. Просто, ну, вы там шутите, а я такая не в теме. А что вы говорите? О мой бог, ты тоже тут? Ты не по моей ссылке скачала! Ой, ребята, сегодня у нас великолепная погода, чтобы что сделать? Переработать мусор. Наши-то не по сильным, нашим трудом. Мы его копили-копили, сейчас пошли его отдавать на переработку. Сегодня, прикиньте, в Питере солнечно, настроение весеннее. Солнечные очки забыла. Да, сияет слишком. Ты не привыкла к такому, ты живешь во тьме. Нет, не слепит. Какое у тебя сегодня настроение? У меня игристое. Игристое. Это, помнишь, песня? Там мандаринка и напиток, что-то там игристое. Вот нет, мы суши многое накопили-то, много. Так, ну что, Балалар, мы пришли... Я красиво гляжу? Да. Супер, я тоже так думала. Мы пришли давать на переработку в этот чудесный контейнер, где находится он на Линдской 11А, кто в СПБ. Все очень просто. Тут написано, что можно сдать, вы сдаете. Но тут проблема, что я вот все в одну кучу едаю, и мне приходится вот так вот ходить. Моменты жизни. Короче, ребята, мы сегодня отмечаем Юлину день рождения во второй раз, потому что... Крещение. А сегодня крещение, а отмечаем уже не Юлину день рождения. И мы решили приготовить мне этот салат-олипье. Ну, нужно что, горошек же открыть? Ну, я взяла, открыла. У нас не очень хорошая открывашка, поэтому мы открываем ножом. Ну вот, надо же слить воду, все отлично. Сливаю! А тут это! Я думаю, сейчас просто переверну так и сделаю. Да, да, да. Это просто дырочка в правом боку. Чтобы воду вылить. Не на хозяйке. Прямое включение, мы поехали играть в боулинг. Я поехала играть в боулинг первый раз. Но мало того, что мы поехали играть в боулинг, мы приготовили чудесные наряды, которые сейчас... Наша Мария, наверное, ахнет от того, какие мы красивы. Мария Петровна, как себе наши наряды? Быстро. Просто офигенно, девочка. Так, Юля, я первый раз играть пошла в боулинг. Как играть? Шары кидаешься. Поняла, как кидать? Да, надо просто кинуть. Эти фишки. Не прошло, все не так. Ну, одна есть. Обалдеть, обалдеть, обалдеть. 300? Подожди, 320%? Подожди, 300? 320? Короче, расскажем быстро, что случилось? Да у нас Гегля вылетела в край. Мария Петровна пошла ее чинить. Маша, давай! Ребята, быстро, это прямое включение. Я только что сейчас забила страйк. Посмотрим, что же это делает, Юля. Не снимай, не снимал. Смотрим, он подсчитывает баллы. Погоди. Дочь выиграла. Ура! Дочь, это я. Ура! Ура! Что за меня для меня заказал? Не воровку, не шалаву. Не воровка, не шалава. Но, воровка, не воровка, не шалава. Моменты жизни. И рубрика «Небольшие новости моей жизни». Четвертый день подряд сеет в Питере солнце. Впервые в жизни я сделала доску желания и повесила ее. Это шок-шок, Ашнык. А я сегодня сняла супер-мега-тупиши тикток. Вы прикиньте, что? Он залетел в рекомендации! Я в шоке. Ну, ты с популярной живешь. Я в шоке, реально. Вот Масяня аж вышла. Масяня, рек. Хочу в рек, хочу топ, хочу топ. Она мне по зубам дала банку. Короче, Александр, она в год покупала обалденную белую. И сейчас он делал, чпочмаки прорезал. Марина Рома! Вот этот молодой человек. Сначала нам ее зажопил, сказал, зачем? Типа, зачем мы будем? Только по праздникам ее она... Вот тебе, чпочмак. Я не понимаю. Он нам сам сначала говорил, где мы не будем. У нас скатерть горошек. Да, скатерть горошек. Нет, он говорит, эту скатерть мы будем использовать только по празднику. Только по празднику. Ладно, мы купим. Сам ее прорезал в первый же день. Что делаешь? В чпочмаке? Вот эту красоту приготовил наш чпочмакмен с Татарстана, Александр и их доктори, какие покупают по скидке в стиме игры. Мечка, молодец. Татарстан, гордится тобой. МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ В общем, я всех как-то начала доказывать, что мы никуда не ходим. Как настоящие петербуржцы, которые тут живут, ни разу никуда не ходим. Никуда не ходим. Даже меня начала поддерживать, но кроме Даши больше никто не поддерживает. Потом на мой день рождения пришла Алина. Начала говорить, что вот она ходила туда-то, туда-то, и мы загорелись. И таки решили, что уставим челлендж. Будем каждые выходные куда-то ходить. На какую-нибудь выставку музея или еще что-нибудь. Куда мы сегодня идем? Сегодня мы идем, мы наконец-то решились. Через три часа они закрываются. Три с половиной часа. А понятно, что мы успеем. На выставку Петербурга в 19-20 веках. Ручки, ручки! Моменты в жизни Так, быстренько рассказываем, как вам выставка? Выставка? Да, как тебе выставка? Очень хорошая. Херня, вот полная херня. Тебе не понравилось? А что так? Я могу в интернете эти картинки посмотреть. Сучные? Не оригиналы. Это же оригиналы, Александр. Вау, оригиналы, разница. Ты вообще можешь на улице не выходить дома, все смотреть? На самом деле, немножечко была скучновато вот эта выставка, вот этот музей. Но прикол в том, я даже не показала студенческие билеты, показала корк, а я же на заочно мучаюсь, а вдруг они типа не проканают, и я заплатила 100 рублей, а они заплатили 150. Поэтому, Саша, вот поэтому ты и возмущаешься. Что, может? Скучно было. Можно? Мне не было скучно, мы снимали тикток. В общем, это челлендж. Этой неделе мы его выполнили. Все, отлично, все, хорошо. Что у нас в следующей неделе будем делать, Элли? Я хочу на Айвазовского сходить, Даша. Айвазовского? Это который стоит там, что-то полторы тысячи? Какие полторы? Саша, бери быстрее, студенческие пошли на Айвазовского. В общем, мы сходили в музей на выставку, и сейчас мы приехали в МВИДЕО, чтобы купить принтер, чтобы вам всякие картинки, собственно, распечатывали. Этот молодой человек сегодня забыл себе паспорт, и сейчас он удостоверил свою личность по карте Петербуржца. Счастливый обладатель Кэнона. Как прошел сегодняшний день? Мы на выставку сходили, принтер купили, часы купили, кольцо купили, и как бы не скажешь, что за 13 рублей хлеб-то покупаем. Короче, мы все-таки купили принтер, сейчас будем распечатать наши совместные фотографии в таком коллаже, и сюда повесим как дом, милый дом. Мне кажется, из Боллинга точно надо. А какую? А я к вам кидала совместные фотографии из Боллинга? Да. Красотка. Юла, я секси. Так, у нас возникли уже первые проблемы, мы фотографии отобрали. Сейчас, Юля, заниматься их. Юля, покажи нам, зрителям, обработкой. И у нас произошла проблема, что мы не можем это распечатать. Помогать, помогать. Что, заработала? Ну все, в ход пошла тяжелая артиллерия, мы начали смотреть видосной теле. Мы хотим тебя обрадовать. Знаешь, что? Наш принтер не поддерживает бумагу свыше 105 грамм. Это 230 грамм. Пошли покупать новую бумагу. День второй должно сейчас все получиться, да, Александр? Ну и что в итоге? Распечатали мы, что делать? Давай, что это описывать? Давай расскажи. Это вся наша жизнь. Мария Петровна. Мария Петровна, наша жизнь. Это мы вместе, несмотря ни на что. Угу. Это мы культурно просвещаемся. Угу. Это мы спортивные. Угу. Это мы... Нет, это мы команда. Это мы исправляем ошибки прошлого. Это у каждого свои приоритеты, но вместе, несмотря ни на что. Это мы молодые, заводные, да веселые. Первый раз из Левики. Это у нас, чтобы деньги всегда были дома. Всегда деньги. Деньги в дом. Да. А это, чтобы мы не забывали о том, откуда мы родом. Да. Тут Арсан, мама. Это, чтобы мы всегда оставались молодыми озорными. Это мы как бы, чтобы всем показать, что мы живем, да, в столице. Да. В Питере. Культурно. Да, культурно. Это у нас просто лифт хороший. Угу. Ну все. Ну все. Красота. Сейчас напишем. Ой, девочки такие молодцы. Вообще такие умнички. Прям вот прям умнички. Нет, без шуток. Без БРГ и без БЛУДРАБОСТ. Вы че обои грызете? Саш? Саш? А нереально? Вы зачем обои грызете, а? Вот объясните мне, пожалуйста. Зачем ты грызешь обои? Тебе клетки мало или че? Понятно. Саш, мне кажется, нам придется реально переклеивать обои. Ты посмотри на это. Джордж, привет. Вот и все на сегодня. Спасибо тебе большое за просмотр. Если тебе понравился этот видос, то поставь свой лайк. И напиши в комментариях, как тебе преобразование данного формата. Потому что, мне кажется, так намного интереснее смотреть, чем раз в год, в полгода выходят моменты жизни. Ты не понимаешь, что когда, когда, к чему все относилось. Поэтому, мне кажется, это прям хороший вариант такого формата. Ну а также подписывайся обязательно на мой канал, чтобы не просыпать новые ролики. Смотри предыдущие моменты жизни. У меня целый плейлист на канале, если что. Ты можешь прямо это посидеть и посмотреть, как сериал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok